Добро пожаловать на пересадочную станцию и сегодня нас ждет мир настоящего постапокалиптического безумия. Проснулся от гнусного пения двух человек. Узнал голос Лены, она подпевает какому-то попсовому упырю. «Че за черт? В моей медиатеке нет такого дерьма!» С отвращением разлепил глаза. Лена хозяйничает в схроне, готовя на плите какую-то хавку. Я сразу поставил условие, если не будет заниматься хозяйством, выгоню прочь в холодный постъядерный лес. Предварительно пристрелив, конечно, чтобы не проболталось про убежище. «Выключи свое говно, пожалуйста!» – отдал приказ я. «Почему ты называешь говном эту музыку?» Лена критически уставилась на меня, помешивая кашу на плите. «Если тебе что-то не нравится, держи свое мнение при себе, а Егор Крит ничем не заслужил, чтобы о нем так говорили!» «Пойми, Лена!» – зевнул я. «Эта шняга не может мне нравиться или не нравиться. Это просто, блин, за гранью добра и зла. Надеюсь, этого пивуна накрыло атомным взрывом». «Нет, он выжил!» – губы ее задрожали. «Ну, если тебе не нравится, Егор, можно включить скриптонит или Бузову». Ответ она прочла на моем лице. Выхватив из-под подушки револьвер, скачил и мощным ударом рукояти ликвидировал ее долбанный айфон. Вот так-то лучше!» Лена заверещала. «Понятна ее реакция, но это мой скрон, и все будет по моим правилам». Положив револьвер на полку, надел трусы. Каша почти приготовилась. Наложив тарелку и насыпав сухарей, уселся за стол и стал есть. Лена так и плачет в своем углу. «Ну-ка, ешь давай!» – сказал я. Она села и молча начала есть, не поднимая взгляда. Я догадался, что Лена обиделась. «Забудь про старую жизнь!» – посоветовал я. «От твоего Егорки, наверное, даже атома не осталось. На вот, выпей за него, что ли!» Налил ей полный стакан водки. Лена выпила и заулыбалась. Так был подавлен бунт на корабле. Нужно теперь думать, как жить дальше. А как хорошо было в первую ночь! Тогда, наевшись пельмени с пивом, мы разрушили друг перед другом всякие преграды. Я узнал, что у Лены был парень, который остался в Петрозаводске. Сама она ездила домой в деревню, когда начался большой пиздец. При воспоминании о бывшем и, наверное, уже мертвом парне, по щекам Лены потекли соленые дорожки. Плечи затряслись. Мои сильные руки тут же скользнули вперед и обняли девушку. Она прижалась ко мне, как маленький бездомный щенок, которому тоскливо в декабрьскую ночь. Сказал, что все будет хорошо, и послал поцелуй в ее влажный приоткрытый рот. Меня просто затрясло от переполняющей нежности. Горячая волна прошла по телу. Продолжая целовать, повалил в кровать. Медленно снял с нее кофту и сапоги. Она помогла мне избавиться от камуфляжа, разгрузки патронташа. Перевернув красивое тело, я резко ввел. Лена охнула, вгрызаясь в подушку. Постель затряслась от неистовых зверских движений. Наши проблемы и переживания утекли куда-то далеко. Потом я покурил, Лена умылась, и мы продолжили сексуальные занятия. И хотя меня терзали мысли о продолжении рода человеческого, девушка настаивала на использовании презервативов. Ну, да ладно, мы еще мало знаем друг друга для такого ответственного шага. В конце концов, запасы резиновых изделий не бесконечные, всего штук 500. Рано или поздно заделывая Бэйбика. Поев каши, решил сделать вылазку. Быстро собрался. Снарядил патронов для сайги С-12, набил три магазина. На всякий случай взял еще АК и револьвер. До этого всю неделю не выходил наружу. У нас был словно медовый месяц. Мы смотрели кинчики, играли на компе. Лена пекла вкусные пироги и радовала кулинарными ништяками. Научил ее разбирать и собирать оружие, чистить и заряжать. Она должна уметь постоять за себя, если меня не будет рядом. И, конечно, мы постоянно трахались, трахались, трахались. Не осталось ни одного помещения, где бы мы ни делали это. Ну, кроме подземной пещеры. Решил пока не посвящать во все тайны схрона. Ты надолго? Вышло меня провожать, Лена. Жди меня, и я вернусь. Я поцеловал ее в засос и через пять минут скрылся в мрачной тайге Карелии. За неделю температура упала еще больше. Я иду по хрустящему снегу, выискивая следы крупных зверей. Перелезаю через упавшие стволы, обхожу болото и думаю о своей любви к Лене и о самой Лене. Да, я начал догадываться, что люблю ее. Мне хочется заботиться о ней, защищать от гребанных врагов, кормить добытым свежим мясом, по вечерам лежа на диване чистить ружье и смотреть, как она готовит или моет посуду, ловить ее нежный озорной взгляд и заниматься диким первобытным сексом бесконечными северными ночами. Не зря я все-таки спас ее, не зря пристрелил тех сраных чуваков. Мой путь лежит к жилищу Вована. Наверняка он уже остыл и можно будет наладить сотрудничество. В качестве бонуса прихватил немножко пива и тушняка. Внезапно что-то больно треснуло по башке. Я перекатился, выхватывая револьвер и увидел довольно хихикующего Егорыча. Он сидит на толстой ветке, поглаживая приклад трехлинейки, который, видимо, и огрел меня в очередной раз. — Привет, Егорыч! — буркнул я, потирая темечко. — За что, блин? — Здоров, Санеки! Шибко-громко ходишь, дай, думаю, проучу хлопца. — Спасибо, блин, большое! — Да ты не держи обиду-то! Любит дед пошутковать, чё ж поделать-хи! Он сунул руку под тулуп и достал потемневший от времени бутылек. — Чаем ты меня угощал, теперь и дедово угощение прими. — Что это такое? — Настойка фирменная, на травках лесных настоянная, для здоровья полезная шибка. Ты по утрам по пять капель пей и будешь как дед по лесу без устали скакать да прыгать. — Спасибо, я убрал ценный подарок в рюкзак. — А может, ты со мной прогуляешься, Егорыч? — Отчего ж не прогуляться, можно. А куда направляешься, коль не секрет? — Десантника навестить хочу. — Хм, добрый, пошли. Дед ловко спрыгнул с ветки. Я бы не удивился, если бы он вскрутил сальтуху. — То ж у меня к нему вопросы имеются. Обливаясь потом, как загнанный конь, еле поспеваю за прытким дедом. Ведет Егорыч какими-то своими тропами, сказав, мол, так короче. — Да, эти трахани совсем выбили из формы. — Проклятый сперматоксикоз. — Где были мои мозги неделю назад? — Наверняка эта банда бывших ментов из райцентра ищет своих корешей. — А те девки из деревни видели меня. Могут навести на след. Ну не убивать же их в самом деле. Ладно. Может, это все моя паранойя. Кстати, о следах. Теперь, когда насыпало сантиметров пять, скрывать передвижение будет гораздо сложнее. Наверное, придется выходить снегопад или пургу, как сейчас, чтоб все сразу заметало. Нам по-любому надо договориться с Вованом, если этот Сергей Сергеевич откроет на меня охоту и продолжит беспредел в окрестных деревнях. Лесник неожиданно остановился. Чуть не влетел в него, погруженный в тактические думы. Хотел спросить, в чем дело, но дед страшно выпучил глаза и приложил палец к губам. Кого-то заметил. Но я ничего не видел, кроме заснеженных деревьев вокруг. — Давай сюды! — шепнул он и полез на широкую, разлапистую ель. Я начал сбираться по толстым удобным веткам. Лес медленно, стараясь не бренчать оружием, а то опять прилетит прикладом по репе. Поднявшись метров на десять, чуть не присвистнул. Широкий помост, устланный шкурами, походил на огромное гнездо. Густые ветви идеально защищали укрытие от посторонних глаз. Наверное, наблюдательный пункт для выслеживания дичи, понял я. Старик аккуратно раздвинул колючие ветки, и я удивился еще больше. Прямо под нами открылся отличный вид на землянкового ванна. Думал минимум час до нее идти. Десантник полностью построил жилище. Вместо двери полок из оленей шкур, жестяная труба в крыше бойко пышет дымом. Ноздри уловили запах жареного мяса. Я сглотнул слюну. Где он раздобыл печку? Че мы сидим? Спросил я шепотом. Вован по ходу дома. Поглядим немножечко. Усмехнулся старик. У нас войну были торопливые в полку. Да только похоронки на таких командир писал каждый божий день. Ну ладно. Я принялся смотреть. Старому виднею, доверюсь опыту ветерана. Когда я играл в танчики, там действовало такое же правило. Так прошло полчаса, а может и больше. Я недовольно поглядываю на Егорыча. От неподвижности становится зябко. Проклятый холод пробирался под одежду и кусал конечности. Но дед, похоже, давно познал дзен. Спокойным безмятежным взглядом созерцает поляну, на которой происходит абсолютно ничего. Наконец, занове с логова откинулся. Вован. Десантник сощурился от дневного света и, оторвав кусок мяса с кости, потянулся, расправляя могучие мышцы. Идеальная мишень. Но я же не собираюсь стрелять. Не прекращаясь жевать, он отошел в сторонку и принялся орошать девственный снег. В-Д-В. Разглядел я желтые буквы, которые выписывал Вован. В этот момент Егорыч закрутил косматой головой. Подобрался. Взял на изготовку свою мосинку. Но целился не в десантника, который уже стряхивал последние капли, а в сторону дороги. А через минуту и я услыхал гудение мотора. Гул нарастает. Походу, едет не одна машина. Вован тоже замер. Выкинув кость, он вытер руки об штаны и метнулся в землянку. Вскоре появился с автоматом наперевес и гордо встал посреди поляны, лениво ковыряя палочкой в зубах. Не скрывается даже. Значит, ждет гостей. Протяжно скрипнули тормоза. Я разглядел за деревьями остановившийся полицейский газон. За ним пазик с выбитыми стеклами, лэндкрузер сотка и тренивый. Капец. Че за кортеж? Хотя я в принципе догадываюсь. Вопросительно взглянул на деда. Тот жестом показал, чтобы я не шевелился. Из транспорта выпрыгивают люди. Много, блин. Все вооружены. Калаши, ружья. Чуть меньше половины пришельцев одеты в полицейские бушлаты. Некоторые даже в брониках. Остальные кто в чем. Заметил даже нескольких байкеров, судя по бородатым лицам и курткам-косухам с блестящими металлическими заклепками и цепями. Быстро этот сброд сбился в банду. Видимо, в поселке уже хреново с продовольствием. Несмотря на холод, я почувствовал, как вспотели ладони в тактических перчатках. Блин, охренеть, как их много. Хватит ли патронов загасить всех ублюдков? Егорыч, будто прочитав мысли, положил рукавицу на ствол сайги и покачал головой. Да понятно все. Не буду стрелять, я ж не псих. Мародеры двинулись не спеша, уверенно, по-хозяйски. Чуть впереди шагает высокий здоровяк лет сорока в накинутом на плечи кожаном плаще. Под ним дорогой костюм и два пистолета на поясе. Наверное, это и есть тот самый Сергеич. «О, Серега, ёпта!» Радостно крикнул Вован. «Че, на, решил навестить старого друга?» Блин, как я сразу не допер. ВДВшник ведь рассказывал, как бухал у своего мента сослуживца из райцентра. Видимо, после БП этот Сергей Сергеевич возомнил себя местным царьком, которому позволено абсолютно все. Понятно, в чьих руках оружие верные люди, тот и контролирует территорию. Тем временем Сергеич сделал небрежный жест, и вся свора направила стволы на Вована. Четверо хлопцев подскочили и забрали автомат, жестко врезали, заставив десантника упасть на колени. «Ёпта, братишка, чё за херня?» Взрывел Вован, вихрем взметнулся плащ, глухой удар, брызги крови окропили снег. Десантник обмяк, но подручно и держали крепко. Блин, за что он зарядил ему свертухи? «Огорчил ты меня, Вовчик!» Голос Сергеевича не обещал ничего хорошего. «Как же так, дружище?» «Ты чё-то попутал, еба!» Вован густо схаркнул красным. «Я простил тебя, когда ты отказался вступить в мой отряд. Даже более того, помог с патронами и снаряжением, потому что не забыл, как вместе ходили под пулями чехов. Но сейчас ты просто плюнул мне в лицо. Зачем ты перебил моих ребят, скажи? Ты всегда был самый отмороженный, но в этом лесу у тебя совсем башню сорвало, дружище!» «Вегасе ты погнал, серый! Нах, мне твои люди сдались! Но ты прав, ёб ты, я изменился здесь, я термирный человек! Даже эти грёбаные сны про Чечню не вижу больше! Хуль прикопались, суки, отчаливай, нахуй!» Снова раздались отрывистые звуки ударов. Противно заныло в груди. «Эти уроды сейчас завалят Вовчика за мои дела!» «Разочаровываешь, разочаровываешь!» Произнес Сергеич. «Совсем одичал!» «Что девок моих захотел, а? Так приходи к нам и выбирай любую!» «Мля, серый ты задрал! Чё за девки на?» Сергей Сергеевич щёлкнул пальцами. Два бандита выволокли из фургона рыдающую девчонку, потащили на поляну. Лицо в синяках, одежда порвана, босая. Но я узнал её. Та упитанная, которой отдал автомат после перестрелки на дороге. Главный схватил девушку за волосы и подтащил к Вовану. «Узнаёшь! Этот! Он тебе дал автомат лейтенанта Сидорова!» Но девушка только выла и пускала сопли. Сергеич вытащил пистолет, приставил к голове и нажал спуск. Брезгливо швырнул тело в снег. У меня руки зачесались от ярости. Рядом сердито засопел Егорыч. «Зачем так, Серёга?» «Лейтенант Сидоров был мне как сын!» «Я не при делах!» «Кто, Вова? Кто, кроме тебя, мог уработать шестерых моих лучших людей?» Вован дёрнул головой. «Есть тут один деятель, а может, не один». «Я знаю только одного деятеля в здешних местах, и это ты!» Усмехнулся Сергеич, раскуривая сигару. «Выживальщиком себя называет!» «Выживальщик, говоришь?» «Да, но не советую с ним связываться. Он перед пиздецом чёрных здесь положил, в одиночку восемь рыл. Меня спас!» «Веди тогда к нему, если не врёшь. Схрон у него где-то в лесу или бункер, бля. Я там не был, да и не хочется. Жизнь дороже, ё...» «Бункер, значит, понятно». «Да я тебе говорю, он просто псих. Серый, не надо туда ходить, по-братски прошу. Всех своих положишь, на!» Стоящие рядом бандиты загоготали. Сергеич аккуратно затушил сигару и спрятал в коробочку. «Прощай, Вован. Жечь тут всё к ядрёной матери. Сейчас из посёлка подъедут ещё ребятки. Прочешем этот лес». «Кто принесёт голову выживальщика?» Он сплюнул. «Получит два блока сигарет и любую из баб на выбор». Толпа мародёров загалдела одобрительно. Мы с Егорычем уже шустро спускали с дерева, но мой скилл скрытности ещё не был прокачан настолько основательно. Сайга несколько раз стукнула об калаш. «Блин, надеюсь, не услышат?» «Э, вы слышали?» «Там кто-то есть, а не там!» Сзади загрохотали десятки стволов. Я хотел было залечь, но Егорыч дёрнул за рукав. И мы помчались. Больше всего я боялся не пуль, которые жужжали вокруг, а потерять из вида серый тулуп лесника. Давно не бегал марафоны. Всегда предпочитал качнуть железо, потренироваться в обращении с оружием, жёстко помутузить грушу или изучить тактики ведения боя. Но сейчас, когда банды кровожадных отморозков висит на хвосте, все эти умения, что мёртвому припарка? Бег. Вот единственное универсальное средство выживания в таких ситуациях. Но как бы тяжело не было, я не брошу ничего из оружия и снаряжения. Пусть оно мешает, пусть цепляется за ветки и сучья, пусть оттягивает плечи и бьёт по спине. Без оружия какой из меня воин апокалипсиса и спаситель человечества? Егоручу, конечно, проще. Только тулуп у него да винтовка. Остаётся только надеяться, что преследуют нас не мастера спорта в беге по пересечённой местности. На пути вырос дикий бурелом. Настоящая баррикада. Чудовищное сплетение поваленных стволов колючих сучьев. Чёрт. Я остановился, хватая ртом воздух. Это тупик. Куда теперь бежать? Вот их следы. Услышал я гнусавый возглас. Сюда, все сюда. Те не уйти, чувак. Подержал другой. Я иду за тобой. Это конец. Нужно принимать последний бой. Надеюсь, эти твари не смогут найти схрон. Пусть Лена живёт счастливо. Продуктов хватит надолго. Живым они меня точно не возьмут. Я положил ладонь на гранату F1. Шо раскорячился, окаянный? Тяжёлый пинок Егорыча вернул в реальность. За мной растудыть твою налево. Я начал карабкаться за дедом через нагромождение мёртвых деревьев. Если сломаю ногу, мне хана. Куда она ведёт? Не успеем же перелезть, чёртов завал. Вот-вот нас накроют и расстреляют, как в тире, блин. Обернувшись, заметил мелькающие фигуры среди ёлок. «Егорыч, они догоняют!» Выкрикнул я. «Егорыч, ты где?» Старик словно испарился. «Как так?» «Ведь только что прыгал передо мной, как заядлый мастер паркура, а сейчас, словно сквозь землю провалился. «Эй, горемыка!» Скрипучий голос донёсся откуда-то снизу. Нырнул на звук в тёмную дыру. Узкое пространство между брёвен и коряк. Потом ещё ниже ещё. Да и этот бурелом в несколько ярусов. Внизу я догнал нетерпеливо притоптывающего деда. «Куда теперь?» «Недолго не просидим, нас выкурят, как лису из норы!» «А вот сюды!» Коварная подсечка отправила меня в беспорядочное падение. Я кубарем катился по крутому склону, покрытому многолетним слоем еловых иголок. Недолго. Остановился на дне оврага, плюхнувшись мордой в вылистый ручеёк. Вода! Тут же, не поднимаясь, начал пить, пока Егорыч не одёрнул за шиворот. «Кто ж вот так лечит на марше? Совсем дурной?» Да, он прав. Я же читал в пособиях по выживанию, что при физических нагрузках нельзя много пить. Мы осторожно пошли вдоль русла ручья. Свет почти не проникал сюда, но глаза быстро привыкли к полумраку. Поваленные деревья надёжно скрывали потаённый овражек. Сверху доносились приглушенные вопли и маты. Потеряли нас, наверное. Или кто-то напоролся на сук. Можешь поставить растяжку, а, Егорыч? А что добро переводить? Итак, уйдём. Лес не даст пропасть дедушке. Впереди забрежил свет. Мы вышли на обрывистый берег речушки. Я, если честно, уже с трудом представлял, где находимся. В какой стороне схрон. По камням перебрались через чёрный бурлящий поток, взобрались на склон. Криков шайки Сергеича не слыхать. Но я понимал, нельзя останавливаться. Нужно скорее добраться в убежище и всё тщательно замаскировать. Кто знает, насколько настырны эти скоты. Может, будут рыскать по лесу много дней. Чем им ещё заняться? А так хоть какое-то развлечение. Но Егорыч снова велел остановиться. Мы забрались в кусты над обрывистым берегом. Дед присел на брёвнышко и прикрыл тяжёлые веки. Вроде даже перестал дышать. Вот блин! Ладно, я тренированный выживальщик, а ему-то сколько лет? Никогда об этом не задумывался. На вид лесничему, ну, лет шестьдесят максимум. Но он же участвовал в ВОВ. То есть сейчас ему где-то восемьдесят. Или вообще под сотку. Блин, заставил побегать старца. А если он прямо здесь склеит ласты? Егорыч, ты живой, старче? С тревогой спросил я. Дед не отвечал, застыв, как истукан со своей трёхлинейкой в задубевших пальцах. Блядь, тащить его на себе или оставить тут? Я попытался прощупать пульс. Ничего не вышло. Старик, очнись! Тут в голову пришла отдельная мысль. Я заорал ему прямо в ухо. Рядовой Егорыч, подъём! Немцы окружают! Старого словно подбросило. Я не успел среагировать, как получил прикладом в голову. Ну, блин, напугал, дед! Я уж думал, ты помер! Воскликнул я, потирая скулу. А шо ж это ты пошутковать решил над Егорычем? Взъярился лесничий. Притомился, дедушка, а ты спать не даёшь, стервец. Ну, хоть сдремнул малость. Дай-ка сюды мой гостиниц. Надо б навзбодриться деду. Я достал из рюкзака склянку загадочной жидкостью. С интересом проследил, как дед нацедил с пол колпачка и, зажмурившись, выпил. Будто морщины разгладились на суровом лице, глаза наполнились жизнью и яростным блеском. Ах-ха-ха! Он разгладил усы. Хорошо! Тоже решил попробовать дедово зелье. Осторожно понюхал. Запах неплохой, но не могу уловить состав. Запрокинул голову и сделал добрый глоток. Обжигающе приятная волна прошла по пищеводу и расцвела термоядерным бутоном в желудке. Куды ж столько! Побойся бога! Запоздал охмыкнул дед. «Прикольная хрень!» Ответил я, заворачивая крышку. «Подскажешь рецепт?» «Да я ж его не ведаю! Витик мне делает!» «А что за Витик? Тоже лесничий!» Но старик не успел ответить, потому что, как и я, услышал голоса. Подхватив винтовку, Егорыч выглянул из-за кустов. Смотрелся в противоположный берег. «Почему не бежим?» После дедово пойло во мне бурлил такой энерджайзер, что, кажется, смогу взлететь, если как следует разогнаться. Но я решил не спорить с лесником. Без него бы уже точно был трупом. Устроившись рядом, последовал примеру. Нацелил дуло ока на выход из потайного овражка, снял с предохранителя, перевел на одиночный огонь. Патроны надо экономить, да и мало у меня опыта в стрельбе очередями. Голоса все ближе. Уроды нашли этот лаз и теперь перли по нему, видать, всей шоблой. «Сюда, пацаны, вижу свет! Туда сквозанулись, суки!» Послышался гнусавый голос из норы. Я усмехнулся, поняв замысел деда. Тот коротко сплюнул, хищно прильнув к потертому временем прикладу. На тряпочке перед ним уже лежит стопка пилюлин, запасные патроны к винтовке. «Приготовил два оставшихся магазина и я». Из лаза показалась рослая фигура в милицейском бушлате и каске. Сзади напирали остальные. Дьявольски шарахнула Мосинка. Охренеть! Хэдшот! Пуля попала бушлату прямо в глаз. Каска в сторону, быстрый лязг затвора. Бах! Очередное тело падает в воду, щелчок. Бах! Бля, чё я туплю? Автомат сухо толкнул в плечо. Бандит в синем пуховике с визгом забился на земле. Остальные залегли в тоннели, в которые мы посылали смертоносные пули одну за другой. Мат, ор, предсмертные хрипы раненых приятно ласкали слух. Скоты пытались отстреливаться, но в суматохе даже не поняли, откуда ведется огонь. Старик деловито перезарядил винтовку, пока я не давал противнику высунуть носа. А что если... «Прикрой, старче!» Встав в полный рост, сорвал чеку и швырнул лимонку в темный зев. Из дыры, словно отрыжка дракона, повалил дым. Крики сменили тональность до полной истерики. Кто-то еще живой орал. «Отходим, отходим, бляхот! Их там целая рота!» Егорыч удовлетворенно хмыкнул и вставил в зубы самокрутку. «Славно постреляли, как в молодости, тишкин корень!» Я согласно мотнул головой. Сколько вражин остались лежать в грязном снегу? Пять или шесть точно отправились прямиком в ад. Еще трое-четверо подранков, сомневаясь, что доживут до утра. Собрав по совету Егорыча стреляные гильзы, с чувством выполненного долга отступили в уютные объятия тайги. Надеюсь, отбили козлам надолго, если не навсегда заниматься охотой на выживальщиков. Вскоре мы разбежались, пожав на прощание руки. Дед отправился к себе, звал в гости, говорил, бабка похлебки наварит. Но я хотел только одного – вернуться в схрон и упасть в объятия Лены. Егорыч только хмыкнул и подсказал нужное направление. Я засек азимут и огромными прыжками понесся к дому. Что еще нужно усталому воину после славной победы? Горячая ванна, сытный ужин, боевые сто грамм и дикий необузданный секс, как в последний раз. Хотя любой из дней может стать для меня последним. Конечно, я предполагал определенные ситуации и непредвиденные сложности, но и не думал, что после судного дня станет настолько, блин, опасно. Я настолько погрузился в свои мысли, что потерял всякую бдительность. Черт, ничему тебя жизнь не учит, Саня. Ты не на прогулке в городском парке, а в гребаной тайге после всемирного пиздеца. Здесь под каждым деревом походу отыщется желающий тебя грохнуть. Ради еды, припасов, теплой одежды, а то и просто по приколу. Или в профилактических, так сказать, целях. На лесной прогалине лежит незнакомец и целится из винтовки с оптическим прицелом. Я узнал вепрь. Классная пушка, сам облизывался на такую, но не мог купить официально, не прошло пять лет владения гладкостволом. И что мы будем делать? Разойдемся мирно или постреляемся? С возвращением в реальность. Если вам понравилось наше путешествие Мир Схрона, то обязательно поставьте лайк, сделайте репост и напишите комментарий. Если же вы хотите отправиться дальше, то просто выберите одну из иконок на экране. И как всегда, до встречи в следующих мирах.